Мы на месте. Мы приветствуем Салвиту, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам в своей биополе на период сеанса. Она рот открывает, как кукла, у которой рот вот так вниз открывается, готова. Вот так вот. Как ты говоришь, она связана, да? Она сжата как будто. Сканер, подсвечу сейчас эту подключку, эту голограмму, оболочку вокруг нее красным цветом, ты ее видишь, что ее там сжимает. Эта голограмма в полный рост. Сканер, разрежь эту голограмму, включая сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы с этой голограммой. Они активны, сканер их видит, выводит, отключает все. Как выходит, отправляет эту конструкцию в клетку-тюрьму. Готова. Больше ничего не мешает визуально? Нет, ее сейчас видно лучше. Хорошо, так лучше, Салвита? Намного. Сейчас узнаем, кто это вам поставил. Даю команду. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Салвиты, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Салвиты. Находит все. У меня альбрахноид. Красный дракон. Это его голограмма. Дальше идет инкуб. Инкуб. И без 9. Какой у нас красный дракон, Вера? 32, 84. Сколько ты находился с этой голограммой в биопуле? 4 года, 8 месяцев. На каком основании ты установил эту голограмму, которая ее сжимала со всех сторон? Влился в нее. Мне нужно было пространство. Ключевое слово в этом «мне нужно было». Вот здесь ты не прав. Я тебе сейчас докажу, что тебе не нужно было сюда входить, тогда бы ты не испытывал эти последствия. Достаю печать дракона. Включаем на полную мощность. Он визжит. Ничего страшного. Подождем. Присядься. Пусть просит. Останови. Останавливай печать. Это тебе предвкушение нашего сегодняшнего разговора. Красный дракон. Теперь он воет. Подождем, пока он воет? Теперь он воет. Я понял. Будем ждать, пока он воет, или он тебе мешает? Ну, он тебя не слышит. Он в своей боли. Хорошо. Выключаем звук. Не может не издавать звука. Только тогда, когда я его буду спрашивать сегодня. На чем будет нам мешать работать. Итак, даю команду тонкой копии салвиты. Спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственность за чужеродную негативную патогенную низкоаберационную энергию в ее биополе. Канал выстраивается также к этой голограмме дракона. Даю команду тонкой копии. Произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоаберационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к салвите. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Сколько без находится в этом биополе? Четыре года. Больше, меньше. Четыре года. В квартире присутствуешь? Ага. Инкуб, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Мне только в квартире. Ты еще в других, ты в детях присутствуешь? В одном старшем. Мы сегодня тоже ее будем чистить, поэтому задерживаешься. Инкуб, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Три года. Красный дракон может снова говорить. Итак, Красный дракон, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Он сказал 4-8 года. Ты присутствуешь в квартире. Стоят твои платы. Там нет его плат. Он показывает, что есть его энергия. От того, что она сжатая. Он выпускает энергии. Они находятся в квартире. Это понятно. В детях ты присутствуешь в ком-нибудь? Нет. Арахноид. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Два года. Ты в квартире присутствуешь? Да. Ты присутствуешь в детях? Нет. Как реверсом? Скончился. Устанавливали фильтр из золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса. Салвита забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Салвита себя обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Забираем из голограммы, из биоматериал. Все родные энергии. Все, что украл дракон в эту голограмму, мощным потоком пошло назад. Усилий потоки в 50 раз. Что идет от голограммы, Вера? Энергии по чакрам идут. Потому что у нее тонкие тела, они намного больше. Это и голограммы, они как сжаты были. И сейчас это возвращается все ей назад. Она как расширяется, наполняется энергией. Конечно. Готово. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Есть ли лярвы биополис Салвита? Нет. Затемнение? Есть. Где? На сердце есть затемнение, собранные переживания, печали. Она там собирается, да? Ранит. Понятно. Хочешь получить затемнение? А также боль и переживания. Хочу. Выходи сначала, отключайся полностью. Снимай все, что ты оставил на своей чистоте. На месте доложи, я дам тебе отдельную команду. На затемнение можешь их забрать. У него одно запястье в веревке. На руках. Как они действовали, когда ты дергал за них? Дергал она за них. И какая реакция была от нее? Не опутались мысли. Прыгали с одного переживания на другого. То есть, про детей думала, переживала. То, где ее моменты, которые можно переживать, он дергал с одного на другой. Даже без всякого основания, что ей там не надо совсем переживать, она переживала. Соответственно, все это накапливается в сердечной чакре. Здесь ничего не сделаешь. Это могло быть внезапно. Внезапно. Когда он хотел, он дергал. И она начинала переживать. Так и есть, да. Он все снял. Я думаю, Сулвита знает это. Хорошо, он снял веревки. Разрешайте забрать затемнение. Забирай и возвращайся назад. Готов. Инкуб. Выходи, отключайся полностью. Что ты на ней оставил? Как она действовала? У меня как в оранжуа на лбу приделано. И вниз идет черная тюль. Она в печали. Вот так ее видят люди другие, да? Мне не видят лица. Темная такая ажурная тюль. Вот это действительно видят мужчины. Вот это я хотел сказать, Сулвита. Три последних года. Вот так вас видели. Лица не видно. Нет, печаль у нее меньше. Да я три года. Хорошо. Ну, до этого же было еще тоже. Ее оранжа была. Или ты оранжу поставил недавно? Оранжа стоит меньше. Значит, оранжа стоит сколько? Год. Чуть больше. Нам цифры важны. Восемь месяцев. Значит, тогда Сулвита должна знать, что было восемь месяцев назад. А может открутить и посмотреть ситуацию, какие там случались. Следующий у нас красный дракон. Красный дракон. Выходи. Вытаскивай свои платы. Есть таковые? Нет, платы у него. Никаких подключек не осталось? Нет, у него была голограмма, где он находится. Хорошо. И тогда остается арахноид. Арахноид, выходи. Собирай всю свою паутину, вытаскивай все иголки, все, что ты оставил в ее биополе. Возвращайся назад. Что он оставил, кстати? Как-то передвигался плечи, шеи, и она чувствовала, как раздражение у нее такие щикотные, как реакция нежная. Ну, чувствует, что по тебе что-то ползает непонятное. Вот так вот оно ощущается. Ты какой дискомфорт доставлял ей? Что это было? Запутанность, каша в голове, головные боли, мигрени. Нет, здесь больше каша и запутанность. Потому что у нее нет иголок, паутина, и внутри он достает, как комки. Опять же, из паутин место свое собрал. Возвращайся назад. Мы все убрали. Даю команду на рассинхронизацию салвиты с арахноидом, красным драконом, инкубом и бесом, а также их голограммой. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Включаю внутренний белый свет салвити. Этим цветом она выдавливает из себя все негативное патогенное, низкообрационное, чужеродное, остаточная энергия на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется в шар. Небольшой вышел. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя, даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Помогая моей энергии отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Инкуб в доме не присутствует, значит, тогда инкуба буду отпускать. Инкуб, ты больше в это биополе никогда не придешь. Тебе это понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирай, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Арахноя, ты в доме находишься? Находится. Я сейчас открою портал, ты пойдешь в дом, соберешь всю свою паутину, которую ты там оставил, если есть потомство. Я приду, проверю, после этого отправлю тебя на твою чистоту. Все понятно? Понятно. Открывается прямой портал в дом Салвиты. И арахноя, забирая все, что принес, уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Он прям в шкаф ушел. Прям в шкаф. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Лучше ты, да. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь красный дракон 3284. Сидел 4 года и 8 месяцев в биополе. Обернул ее очень тесной голограммой. Она была маленькими шагами передвигалась. Возвращали когда энергии, там шли энергии по всем чакрам. Он просто жрал ее. Заберем на проверку голограмму уничтожить. Под голограммой открываю воронку в галактическое ядро. И голограмма уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Мы его забрали. Хорошо, дракоша, пиши письма. Итак, бес у нас остался. Бес, ты останешься здесь. Потому что мы еще будем чистить сейчас обоих дочерей. Чтоб ты здесь с голоду не упал. Хочешь получить эмоциональный фантом? Да. Выходит эмоциональный фантом. Салвиты. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкоабрационные эмоциональные энергии. Рационная и эмоциональная фантом. Фантом выходит. Вышел фантом. Здесь от бледно-серого до темного, черного. Хорошо. Красные клубы. Салвиты эти энергии вы сами сгенерировали. Своими переживаниями. Вы готовы от них отказаться? Да. Сворачивай энергии в шар. Забираешь бес? Забирает. Отправляю бес? Готово. Первая причина есть какая-нибудь? Можешь назвать? Еще все вытекает? Страх там есть. Страх. Страх открывает ворота всем. Хорошо. Идем дальше. Благодарить. Для них это оскорбление. Поехали по частотам. Переходим на чисто думать. Эмоциональное состояние. Тонкой копии салвиты. До числа значения 720 герц. Пошел подъем. Готово. Хорошо, салвита. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Намного спокойнее и увереннее. Отлично. Сейчас мы поднимем вашу старшую дочку. Мы на месте. Мы приветствуем Ангела. Она идет к маме. И мы спрашиваем мамы разрешение на диагностику и чистку Ангела. Не дает разрешение. Посмотри визуально. Что-нибудь мешает сканированию? Не арахноид. Он каким-то светло-серым цветом. И у него много паутины на голове. У него вниз прямо спускаются такие толстые паутины. Понятно. Но это сканирование не мешает, да? Нет. Начинаем работать. Даю команду сканеру. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой. Ангелы под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует систем тонких тел. Ангелы находит все. У нее этот вес. И арахноид. Вот он вышел. Все. Итак, два канала. Один бес, один арахноид. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Ангела. Спроектировать все энергетические и сферические каналы к бесу и арахноиду. Даю команду тонкой копии. Произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Ангеле. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Бес, сколько ты сидела в биополе? Сколько сидел. Сколько сидел. Год сидел. Ну, один год. Твоя работа мысль... Здесь возвращается серость. Он ей мысли делал серый арахноид. А бес усиливал эту серость. Понятно. Меня интересует Бес. Твоя работа. Мысли, направленные на самоубийство. Депрессивные мысли. А что ты считаешь серыми мыслями? Делал он. Ты подсвечивал ее. Оба питались. Это мне понятно, ваш симбиоз. Меня интересует. Ты направлял ей мысли на самоубийство. И депрессивные мысли. Твоя работа. Нет. Когда мысли только серые, это и есть негатив. Этот негатив я увеличивал, расширял, подсвечивал. То есть конкретно... Свет шел серый и черный. Понятно. Но конкретно ты не направлял ей никакие программы на самоубийство. Это только та серость. Хорошо, меня это интересовало. Арахноид. Тошнота, слабость, головная боль, опухание глаз. Твоя работа? Ничего такого не знает. Ничего не знает. Тогда поставим вопрос другим. Ставим маячок над его клеткой. Если он ответственный за тошноту, слабость, головную боль и опухание глаз, загорается маячок над его клеткой. Он не знает, какие симптомы у него были от его энергии. А стоило бы поинтересоваться. Потому что он забирал все ее энергии, чакральные энергетические центры. Он сознается, а как она не отражалась, он не знает. Я не знаю. Хорошо, посмотрим, как на твою работу отреагирует сегодня межгалактическая полиция. Именно туда я тебя сегодня хочу сдать. Реверс закончился. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы. Порядки реверса. Ангела забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Ангела себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Ты присутствуешь в квартире, Архноид? Нет, он не присутствует. Он присутствует в других помещениях, там, где она учится. Школа, наверное, скорее всего. Если Архноид тебе удастся уйти сегодня целым, я тебя просто предупреждаю, если ты увидишь ее, обходи ее стороной в этой школе. Потому что если я тебя второй раз здесь увижу в клетке тюрьмы, ты уйдешь в галактическое ядро. Это понятно? Да, он услышал твои слова. Итак, начинаем с вытаскивания того, что осталось. Итак, Архноид, выходи, снимай всю свою паутину, вытаскивай все, что ты там оставил в биополе и возвращайся назад, приступай. У него эта паутина, она как дреды, такие толстые паутины с серым, бледно-серым цветом. И он как шапочку из них снимает с головы. Готово? Хорошо, Бес, выходи, снимай все свои подключки, отключайся полностью. С ног он снял. Все снял, да? Да. Даю команду на рассинхронизацию Ангелы с Бесом и Арахноидом. Пошла рассинхронизация. Готово. Даю команду Скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Помогаемой энергии Ангеле отстегнуть все каналы к интерферентам на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Арахноид, во втором ребенке ты не присутствуешь? Нет. В квартире тебя тоже нет. Первый раз я тебя отпускаю на твою чистоту. Я тебе все сказал, что я тебе хотел сказать. Второй раз, если ты здесь попадешь, будут большие неприятности. Готово уходить? Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Хорошо, Бес, отпускаю тебя сейчас в квартиру. Собери все, что ты там оставил. Ты один там или есть еще кто-то? Черт, демон. Демоны есть. Понятно. Значит, тогда кто-то из вас собери все, что я оставил на своей чистоте. Кто-то из вас мне покажет портал, я их закрою, скорее всего ты. И я соберу вам весь негатив в этой квартире в дорогу и поделю пополам. Устраивает? Устраивает. Открывается портал в квартиру Ангелы. Бес уходит в этот портал. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Хорошо. Клетка у нас пустая, ничего нет? Клетка пустая. Поехали по частотам. Переходим на чистоте. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Ангела до числового значения 420 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Ангела, мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь сейчас? У меня много новых энергий. Какая-то энергия созидания. Мне очень нравится она. Созидай. Занимайся полезными вещами. Этих сущностей больше нет. Теперь тебе больше никто не мешает твоему развитию. Сейчас мы будем возвращать тебя назад в твою систему Биоробот Душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план.